Добрый вечер, друзья! Как вам вообще в принципе визит Владимира Путина в Объединенные Эмираты и в Саудовскую Аравию? Вот просто сама по себе картинка. Я, если честно, когда смотрел на эти кадры, я был просто потрясен. Это просто что-то невероятное. Вот эти вот самолеты в Объединенных Эмиратах, которые в небе нарисовали российский флаг. Вообще, в принципе, самолет нашего президента, который сопровождали 4 Су-35. Просто красавцы, а не самолеты. Вот эта вот сама церемония встречи, приема. Потом то же самое, собственно, происходило и в Саудовской Аравии. Потрясающая история, согласитесь. Просто невероятная история. Но почему я говорю, что эта история невероятная? Потому что еще вот совсем небольшой промежуток времени назад сложно было представить, что подобное вообще в принципе возможно. Сами подумайте, Саудовская Аравия, Объединенные Эмираты, это богатейшие страны залива, где присутствуют американские военные базы. Это ближайшие союзники Соединенных Штатов в регионе Ближнего Востока. Ну, конечно, Израиль это на особом положении, это все понятно. Ну, среди арабских государств. И вот такая вот, собственно, встреча президента Российской Федерации. Как это вообще в принципе стало возможным и что к этому привело? Вы знаете, когда я наблюдал за всем за этим, я вспоминал несколько моментов. Я в свое время снимал фильм про шейха Заеда, это отец-основатель Объединенных Арабских Эмиратов. Как раз должна была случиться 100-летняя годовщина, 100 лет, значит, со дня рождения шейха Заеда. И наше Министерство иностранных дел, они тогда меня попросили, чтобы мы подготовили специальный фильм про этого человека. Мы сделали этот фильм, подарили, я тогда еще очень удивился, что как-то вот, знаете, неожиданно, да, Российская Федерация хочет сделать приятное там Объединенным Арабским Эмиратам вот в виде этого самого фильма, да. Но уже тогда было понятно, что наш МИД просто работает на этом направлении. Это чувствовалось во время нашей командировки. Мы встречались там с людьми из МИДа Объединенных Эмиратов. Мы разговаривали с представителями правящей семьи, да, и было видно, что с этими людьми работают, потому что в разговорах с нами они говорили о Российской Федерации исключительно только хорошо и с большим уважением. Что касается Саудовской Аравии, вот тоже, понимаете, еще совсем недавно предположить, что Саудовская Аравия, ближайший союзник Соединенных Штатов, страна, с помощью которой американцы, по крайней мере, есть такая версия, угробили Советский Союз, потому что, помните, вот эти вот все разговоры о том, что американцы попросили саудитов, те увеличили добычу нефти, обрушили цены на мировом рынке, и поэтому Советский Союз не выдержал там и так далее, и так далее. Советский Союз столкнулся с тем, что у него не стало денег, а нужно было кормить всех, как говорится, по периметру, кроме своих же собственных людей, да, в том числе от денег, просто на это на все не хватило. И вот эта вот самая Саудовская Аравия, как так получилось, что эта страна на сегодняшний день вот так вот встречает российского президента? Я вспомнил еще одну историю. Я помню, однажды мы приехали в Саудовскую Аравию, это была такая закрытая командировка, моя съемочная группа, я тогда работал на Первом канале, она сопровождала первого президента Чечни, Ахмад Хаджи Кадырова. Такая закрытая была командировка, он должен был приехать в Саудовскую Аравию, встретиться с представителями правящей династии, должен был встретиться с руководством Всемирного Исламского Банка, и главная задача, которая стояла перед Ахмад Хаджи Кадыровым, он должен был с ними договориться о том, чтобы те перестали поддерживать чеченских боевиков. И чтобы все деньги, которые они выделяют, чтобы они выделяли уже не чеченским боевикам, а именно, собственно, новым властям Чеченской Республики, для того, чтобы они получили возможность строить новую жизнь, восстановить республику там и так далее, и так далее. И мы туда приехали, это были достаточно тяжелые переговоры, встречи были, я говорю, и с представителями правящей династии, и с министром нефти, и с представителями и руководством Всемирного Исламского Банка. Ну, была такая, знаете, напряженная очень поездка, ну, просто, понимаете, да, то есть Саудовская Аравия поддерживала и финансировала, по крайней мере, была такая версия, о чеченских боевиков, которые действовали на территории Российского Северного Кавказа. И вот проходит совсем немного времени, и российский президент приезжает в Саудовскую Аравию, и вы посмотрите, как его встречает наследный принц Бен Салман, это же невероятно. Вы посмотрите, они здороваются друг с другом, вот посмотрите на эту картинку. В начале они поздоровались, вот президент Путин выходит из автомобиля, его встречает Бен Салман, и вот они здороваются для протокола, то есть вот они поворачиваются в сторону фотографов, их сняли, сфотографировали, дальше они идут в сторону дворца, вот они заходят во дворец, и здесь уже, посмотрите, они здороваются так, как лучшие друзья, которые давно не виделись, и вот, наконец, встретились, значит, и они здороваются. На самом деле, это не первое такое проявление каких-то особых дружеских отношений, потому что, вот посмотрите, и на эти кадры тоже президент здоровается с Бен Салманом. Для того, чтобы понять, что происходит, можно просто сравнить, можно просто сравнить, допустим, как тот же самый наследный принц Саудовской Аравии здоровается с президентом Соединенных Штатов, господином Байденом, который тоже относительно недавно ездил в Саудовскую Аравию. И ездил он туда, как, собственно, сообщала и американская сторона, в том числе, и для того, чтобы договориться с саудитами, чтобы они увеличили добычу. Но саудиты этого не сделали. И посмотрите, вместо рукопожатия они просто кулак в кулак, вот так вот, растукнулись кулачками, и все. Восток дело тонкое, ведь все в деталях. Все в деталях. Можно, конечно, сказать, что да, это вот арабы, они любят там вот этот вот, вот эту вот демонстрацию такую, да, вот эту вот роскошь свою такую вот показать. Может быть, они таким образом проявляют просто обычное гостеприимство. Но это не так. Восток, еще раз, это дело тонкое. И арабы, конечно, могут проявить свое гостеприимство, но они проявляют свое гостеприимство вот так, как они сейчас проявляют его по отношению к президенту Путину, только в том случае, если они хотят проявить таким образом это самое гостеприимство. Ну, смотрите, там Катар, визит Франк-Вальтер Штайнмайера в Катар. Вы же, наверное, видели эти кадры, да? Президент Германии, президент основной страны Евросоюза, самая богатая страна в Европе. Он прилетает в Катар. Они забыли его встретить. А это те же самые арабы. Да, это другая страна, но это те же самые арабы. То есть традиции, менталитет, это все то же самое. Они забыли его встретить. Франк-Вальтер Штайнмайер стоит полчаса и не может понять, что ему делать. То ли выходить из самолета, то ли вернуться обратно в самолет, то ли дождаться кого-то, то ли отдать, собственно, команду возвращаться в Германию. Это вот те же самые арабы, на секундочку. Еще раз, допустим, возвращаемся снова в Саудовскую Аравию, Бен Салман. Вот это вот встреча, потом официальные заявления, которые прозвучали, когда Байден находился в Эр-Рияде. Байден просил увеличить добычу нефти, а Бен Салман ему категорически отказал. Но чтобы еще и унизить президента Соединенных Штатов, он делает заявление, что он увеличит добычу нефти всего на 13 миллионов баррелей. Что такое 13 миллионов баррелей? Это ничего. Это просто унижение, на самом деле. А, вот ровно в тот самый момент. На самом деле, вот эти отношения между Эр-Риядом и Соединенными Штатами начали портиться в тот самый момент, когда американцы назвали Бен Салмана, человека, который, да, он был наследным принцем уже и тогда, естественно, да. Но еще было непонятно, может быть, американцам, что именно он будет отвечать за всю внешнюю политику Саудовской Аравии. Что именно он будет отвечать вообще, в принципе, за все действия Саудовской Аравии. Хотя король еще жив. И когда американцы назвали этого парня, а тогда был совсем молодой парень, когда они его назвали убийцей, помните вот эту вот историю, связанную с гибелью вот этого журналиста Хашоги, да? И американцы тогда просто не вздрагивая назвали убийца Бен Салмана, мясник там и так далее, и так далее. Я уже тогда сказал, что это была категорическая ошибка, что они таким образом просто недооценивают этого молодого человека. И что обязательно через определенный промежуток времени это олукнется. И вот этот промежуток времени у нас с вами прошел, и это олукнулось. Это олукнулось. Еще один момент, еще одни соображения по поводу визита Владимира Путина в Эмираты и в Саудовскую Аравию. Его встречали, нашего президента, как победителя. Вот это вот еще одна мысль, которая меня не покидала. Его встречали как победителя. Причем победителя не Украины, а победителя вот этого глобального Запада. И руководители вот этих вот двух богатейших монархий арабских, они продемонстрировали всему миру, что они на стороне именно Владимира Путина и Российской Федерации, а не Америки. Америка теряет свои позиции, это видно. Это видно, она теряет свои позиции по всем направлениям. Она теряет свои позиции в регионе Ближнего Востока. Причем теряет свой вес и авторитет среди тех, которые еще вчера готовы были выполнить любую прихоть Соединенных Штатов. Достаточно было просто звонка президента Соединенных Штатов, и саудиты, и те же самые Объединенные Эмираты, они готовы были выполнить абсолютно все. Сейчас ничего этого не происходит. Они демонстрируют наоборот по отношению к Соединенным Штатам вот это самое пренебрежение. То есть это надо было еще умудриться довести свои вот эти вот позиции, которые были у американцев в этом регионе, до того состояния, в котором они находятся сейчас. Это целенаправленная, многолетняя и супер непрофессиональная работа и Государственного департамента, и всех последних президентов Соединенных Штатов. Теперь возвращаемся к тому, что президента Путина встречали как победителя. Это действительно так. Это действительно так. Они уже прекрасно понимают, что Россия победила. И это тоже так, если мы говорим про противостояние с Украиной. И для Украины у меня очень плохая новость, хотя это, наверное, не новость. Украина проиграла. Это тоже факт. Да, их солдаты еще находятся на позициях, они никуда не бегут. Но это пока. И до того момента, когда они бросят эти позиции и побегут, осталось совсем немного времени. Ну, посудите сами. Вот давайте просто порассуждаем и посмотрим на то, что происходит. Американцы не смогли, власти имеется в виду, президентом Соединенных Штатов, они не смогли продавить решение о выделении помощи Украине. То есть, простыми словами, денег на Украину больше американцы не дадут. Хотя, конечно, Байден хочет, чтобы эти деньги дали. Более того, послушайте, что он говорит. Байден просто уже даже не знает, что сказать на самом деле, когда говорит о том, что необходимо помогать Украине. Он уже договорился даже до того, что если мы сейчас не выделим деньги Украине, если мы не окажем эту помощь Киеву, это все приведет к тому, что русские первые нападут на НАТО. На кого там на НАТО, непонятно. Он не расшифровывал, да? Ну, может быть, Польша, да? Нападут на НАТО. А в итоге все это приведет к тому, что русские будут воевать с нами. Он так и говорит. Вот то, что мы сейчас избежали, чтобы наши солдаты не воевали напрямую с русскими, если вы сейчас не выделите деньги Киеву, это закончится ровно этим. То есть, он угрожает американской нации, по большому счету, войной с ядерной державой. То есть, по большому счету, он говорит, или вы должны принять решение и выделить деньги на Украину. Если вы этого не сделаете, то мира завтра не будет. Вообще, в принципе, планеты Земли не будет, потому что Америка будет воевать с русскими. Ну, а вы представляете, к чему это может привести? Но даже это не помогло. Решение было заблокировано. Решение о выделении каких-то денег Украине заблокировали по всем направлениям. То есть, американский парламент сказал нет. Это нет, просто железобетонное. Что теперь делать американцам? Ну, вот что теперь им делать? При этом, в это время самое, когда принимали все эти решения, в Америке в очередной раз был украинский десант. Посмотрите на эти милые физиономии людей, которые пытались, собственно, там, последнюю попытку использовали для того, чтобы продавить вот это вот решение в свою пользу, но у них ничего не получилось. То есть, вот эти вот не очень худые товарищи. Зеленский. Зеленского в очередной раз просто унизили, хотя попытались там потом как-то выйти из ситуации, сказав, что именно он сам отменил там свое решение перед, о выступлении перед Конгрессом и Сенатом Соединенных Штатов. Ну, на самом деле это не так. Ему просто сказали, что твоего выступления не будет. Вот и все, ты свободен. Ну, что теперь делать в этой ситуации американцам? Ну, вот смотрите, они несколько раз говорили Зеленскому. Они ему просто пытались объяснить нормальным человеческим языком. Они ему говорили, слушай, старик, нам нужно выиграть время. Нам просто нужно получить вот этот вот временной какой-то люфт. То есть, вот нужно просто время для того, чтобы мы сейчас разобрались с нашими вот здесь вот внутренними проблемами. Мы разберемся там с этими республиканцами. У нас есть надежда на то, что мы сейчас все-таки, как говорится, на этих выборах победим там. Не пустим Трампа там или еще кого-то, да. В Белый дом мы победим. Мы снова, собственно, получим полномочия. И вот тогда, старик, мы снова, как говорится, начнем накачивать тебя и деньгами, и оружием там, и так далее, и так далее, и так далее. Но дай нам эту возможность. Дай нам подготовиться нормально к этим самым выборам, от которых зависит твоя судьба в первую очередь. Вроде бы все понятно. Они ему это сказали один раз. Потом они ему это сказали два раза. Потом его непосредственно вызвали в Соединенные Штаты. Он туда прилетел. Ему сказали это в третий раз. Ему потом это повторили, когда приезжал шеф ЦРУ. Четвертый раз. Потом приезжал министр обороны Ллойд Остин, который ему сказал то же самое в пятый раз. И каждый раз Зеленский все это слушал. Но как только они уезжали, или как только он сам возвращался из Штата в Киев, он тоже делал заявление о том, что никаких там передышек, никакого примирения, никаких переговоров, никакой остановки боевых действий просто быть не может. Ему говорят, старик, попробуй заморозить сейчас ситуацию. Просто попробуй, обещай русским все, что угодно. Выйди на них и пообещай. Согласись на переговоры для начала. И пообещай все, что угодно. Отдай им оставшуюся часть Херсонской области. Отдай оставшуюся часть Запорожской области. Отдай даже оставшуюся часть Донецкой области. Главное, чтобы они прекратили боевые действия. Чтобы была передышка у нас. Пообещай им это. Дальше мы разберемся. Дальше мы сделаем тебя сильнее. Ты, если переживаешь за собственный карман, ты можешь потом и дальше продолжать воровать деньги, потому что мы откроем финансирование. Зеленский говорит нет. Тогда они подумали, подумали и решили. Ну хорошо, ладно, давай, может быть, мы попробуем зайти с другой стороны. Тогда они вызвали к себе Ермака. И Ермаку говорят, слушай, доведи до этого парня. Может быть, мы говорим на каком-то другом языке. Мы там на английском, а он, может быть, не до конца понимает. Поэтому давай мы тебе объясним вот эту вот всю нашу стратегию. А ты потом приедешь в Киев и поговоришь об этом с Зеленским. Ермак говорит, да, хорошо. Он возвращается в Киев. И опять те же самые заявления, что никакого перемирия с русскими быть не может, что мы на переговоры не пойдем и так далее, и так далее. И что делать сейчас с Соединенным Штатом? Ответ напрашивается сам собой. Им нужно поменять главного. Им нужно поменять главного человека на Украине. Понимаете, да? Но если ты такой бестолковый, зачем ты нам нужен? Давай-ка мы тебя сольем, а вместо тебя посадим любого. Ну, там, я не знаю, дядю Васю, который будет гулять там где-нибудь в районе Крещатика. Мы возьмем его и сделаем президентом Украины. Он, может быть, поймет на самом деле, что мы ему говорим, и будет реализовывать наш план. И вот с этого самого момента и начинается вся история вокруг Заужного. Именно с этого самого момента все глобальные средства массовой информации. Обратите на это внимание. Все начали говорить о том, что Зеленский это уже день вчерашний, что Зеленского нужно списывать, что рейтинг Зеленского просто рухнул, что какие-то внутренние замеры показывают о том, что самый популярный человек, который пользуется доверием и среди гражданского населения, и среди военных, которые находятся там на линии боевого соприкосновения, это генерал Заужный. И поэтому на Заужному мы будем делать ставку. Сам Заужный тоже прекрасно понимает всю эту историю. И, видимо, Ллойд Остин ему тоже об этом сказал, что старичок, активизируйся в политическом плане, и мы тебя поддержим. Заужный тоже подумал, а почему бы и нет? Чем я не гетьман? Давай-ка я попробую. Ну, в общем, все как принято на Украине, понимаете, да? То есть они сейчас попробуют слить Зеленского, вместо него поставить Заужного, дальше реализовать вот эту вот всю историю по поводу заморозки конфликта, чтобы выиграть время, победить на выборах, как они говорят, для того, чтобы потом продолжить ровно то, как говорится, с чего мы и начинали. Вот такая вот простая концепция. Люди, которые стояли вокруг, это тоже, знаете, это просто тема для спецрепортажа. Люди, которые еще вчера облизывали господина Зеленского. Люди, которые говорили, что, ну, это просто исторический шанс украинского государства. Что это просто в лотерею украинский народ выиграл этого человека, который раньше выступал, как говорится, там, с разными юмористическими номерами, там, на разных мероприятиях, да. Эти же самые люди вдруг стали говорить что? Вы посмотрите. Они не то, что сливают Зеленского. Это ладно, это бог с ним, это понятно, потому что они же руководствуются каким принципом? Вовремя предать это, не предать, а предвидеть, да, понимаете, да? Нет, они стали понимать, что они проиграли войну. Ну, посмотрите, вот тот же самый Арестович. Что говорил Арестович еще совсем недавно. В Крым через полгода Арестович подтвердил амбициозный план Подоляка. Подоляка это еще один исторический персонаж, который обещал, что через 6 месяцев поеду в Ялту и расскажу о судьбе Крыма. Ну, помним эти заявления. Поэтому по Крыму все будет круто и так далее, я имею ввиду. Знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами через месяцев 6, вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно, я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым. Дальше. Подоляк говорил, что он уже даже купил билет в Крым, что Россия проигрывает, Россия проиграла. Я думаю, что мы в 20-е из математики войны. В 23-м году, конечно, война закончится. То есть, я имею ввиду, это может быть конец весны, лето, середина лета, начало осени. Но вот в это время, я думаю, что окончательно будут расставлены все точки над «и» в том, что Россия должна проиграть. Тот самый Подоляк, который говорил, слушайте, почему весь мир боится Путина? На самом деле, Путин просто всегда, когда вот в любое время все, о чем он говорит, это он просто тупо блефует. Поэтому не нужно бояться, вот мы, украинцы, его не боимся, и поэтому мы сейчас побеждаем на поле, на поле, как говорится, боя. Арестович, переключаем, следующая склейка. Арестович, говорю, у русских осталось всего 200 ракет. Ракет у них осталось залпов на 5 таких, чтобы по 100 ракет. Ну, я как это, вообще на 3-4, говорят те, кто точно считает, но я как специально, специально скажу на 5-6, специально завышу план. И вдруг это ровно те же самые люди говорят совершенно другие вещи. Ну, посмотрите, вот Арестович. Арестович резко прозрел. Ну, вот послушайте вот этот вот его разговор с одним из журналистов, судя по всему, с которым он общается, да? Ну, и послушайте, что он говорит. Коля, знаешь, в чем самая главная трагедия наша? Что, по-моему, в конфликте глобалистов и реалистов мы сделали ставку не на тех. Мы как бы пролили кровь для того, чтобы оказаться в лагере проигрывающей стороны. Пока я вижу президента Германии, который прилетел в Катар и которого забыли встретить. Полчаса он не выходил из самолета, пока протокольная служба Катара там что-то изобразила. И они нам рассказывают про изоляцию Путина на международной арене. Путина в Катаре чуть ли не конным парадом встречали. Почему Путин выступает? Страшно изолированный Путин выступает на G20. И там этот самый, и во всех остальных местах. И еще ему дипломатически изолированный. И Тайм сейчас говорит, что не назначить ли его человеком года. Он серьезно рассматривается. Как бы, да, журнал. Про какую нахрен войну, за какую демократию, за какие ценности мы говорим? Тебе не кажется, что мы связались с 10-й компанией? Вот я начинаю задаваться таким вопросом. Потрясающая история, да? То есть мы поставили не на ту сторону. Мы поставили не на ту сторону. То есть я чувствую, что мы проиграли. Теперь посмотрите под оляк. В обществе, мы с вами прекрасно понимаем, накопилось очень много раздражения. Первое. Второе. В обществе накопилось очень много тяжелых вопросов. Как, куда, зачем, какой ценой. В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, как государственная вертикаль или там на уровне местных властей, да, точно так же вкладывается в войну, как само общество. Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодически и так далее. Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось. Подоляк. И еще один прозревший в окружении господина Зеленского. И дальше, дальше, дальше все, что он говорит. Вывод один, что мы просто тупо проиграли. Уже проиграли. Они констатируют это. И они понимают это прекрасно. Идем дальше. Тот же самый Подоляк говорит. Тоже дает интервью. И ему говорят. Слушай, а что за странная такая история? Как это все происходит? Да, как это все работает? Россия вроде бы под санкциями. Россия вроде бы как в изоляции в полной. Но при этом, что мы с тобой видим? Мы с тобой видим, что российский президент выступает перед большой двадцаткой. Мы с тобой видим, что министр иностранных дел России приезжает на Генеральную Ассамблею ООН. Что министр иностранных дел России доносит российскую позицию на саммите министров иностранных дел ОБСЕ. И так далее, и так далее. И сейчас еще и российский президент поехал на Ближний Восток. И они недоумевают, и они говорят, это вот это вот называется изоляция. Подоляк долго-долго слушал и ответил одной фразой. Это не изоляция. Да, конечно, это не изоляция. Это совсем не изоляция. Они сами понимают, что на самом деле российская экономика уже настолько стоит на этих военных рельсах, что они не в состоянии ее догнать. Когда я говорю о них, я даже не про Украину, я про Европу и про Соединенные Штаты. Они даже если сейчас начнут этот процесс милитаризации собственной экономики, а они его не начнут, потому что это многомиллиардные вложения вначале в эти самые заводы, в строительство этих заводов, а потом они будут думать, что со всеми этими заводами делать, поэтому они не пойдут на это. Но даже если и начнут, все равно не успеют. Все равно не успеют. А американцы, американцы, они, конечно, у них есть все. У них есть и снаряды, у них есть и танки, у них есть и самолеты, у них есть и ракеты. Все у них есть. Но нет только возможности все это дело передать Украине. А это все значит, вот все в комплексе, о чем мы с вами говорили только что, это все значит только одну простую вещь. Что да, украинские солдаты пока еще никуда не отступают и держат фронт, но осталось ждать совсем недолго, когда они оставят эти позиции и начнут отходить, потому что солдаты это солдаты, но солдаты должны воевать чем-то. То есть у них должна быть и техника, у них должны быть и боеприпасы, а всего этого нет. И взяться этому неоткуда, потому что американцы просто тупо не выделяют на все на это деньги. И здесь основным становится другой вопрос. А как поведем в этой ситуации себя мы? Я имею ввиду Россия. Не просто так, сейчас там практически из каждого утюга нам говорят про вот эти все переговоры. Скорее всего действительно где-то, где-то пытаются прощупать почву, понять наше настроение, понять готовы ли мы хотя бы гипотетически, там реально, там вот каким-то этим переговорам, хотя заявления официальные мы делаем. Но мы знаете тоже делаем эти заявления достаточно странно, там понимаете, пресс-секретарь президента, допустим, Дмитрий Сергеевич Песков сегодня может сказать, что Россия не видит никаких предпосылок для переговоров с Украиной. Но проходит там несколько дней, как говорится, да, и тот же самый Дмитрий Песков говорит, что Россия никогда не отказывалась от этих переговоров. Но они должны понимать в реальности, готовы мы на эти переговоры или нет. Для этого необходимо прощупать эту самую почву, там послать каких-нибудь людей, чтобы эти люди там с кем-то встретились, с кем-то поговорили, для того, чтобы понять настроение. Я уверен, что и в Объединенных Эмиратах, и в Саудовской Аравии про это тоже шла речь. Не только о ситуации там между Израилем и Газой, да, и рынком нефти. Про Украину тоже там говорили. И вот здесь нужно понимать, пойдем мы на эти переговоры действительно или не пойдем. Я думаю, мне кажется, что на переговоры, наверное, мы все-таки пойдем. Вопрос, когда? Президент Путин не может не понимать, что сейчас наши позиции сильнее. Наши позиции сильнее в силу вот этих вот всех причин, про которые я только что сказал. Он видит то, что происходит на линии фронта, и он понимает, что еще немножко, и мы их окончательно дожмем. Имеет ли смысл сейчас идти на переговоры и соглашаться на остановку боевых действий, получив от них, допустим, оставшиеся части Запорожской, Херсонской областей и Донецкой области? Или же, может быть, имеет смысл все-таки подождать еще немного? Дождаться, когда они начнут отходить, отступать, и когда, может быть, появится шанс освободить еще какие-нибудь регионы Украины? И в первую очередь я говорю про Одессу и Николаев. Это все-таки выход к Черному морю. Вот это решение будет принимать, я думаю, один человек, которого зовут Владимир Путин. А какое решение он примет, если честно, не знаю. Но думаю, что, наверное, все-таки он пойдет по второму варианту. Но мы говорим о том, что мы готовы к переговорам. Обсудить варианты никогда не помешает. Другое дело, какие именно. Посмотрим, что будут предлагать с той стороны, и посмотрим, как отреагируют на наши встречные предложения. В общем, одним словом, друзья, Украина проиграла, это совершенно очевидно. А в чем будет и как будет выглядеть наш выигрыш, станет ясно, я думаю, уже в самое ближайшее время. А пока мы с вами наблюдаем, размышляем, анализируем и думаем. Встречаемся через неделю. Продолжение следует...